Вы смотрите новости Бирска на ЮТВ. Меня зовут Лилия Ахметова. Здравствуйте. Коротко о главном. Начнем выпуск коротких новостей. Госавтоинспекторы выявили больше 70 нарушений, связанных с тонировкой. Согласно правилам дорожного движения, переднее лобовое стекло автомобиля должно пропускать не менее 75% света, а передние боковые не менее 70%. Темная пленка ограничивает обзор водителю, что может привести к аварии на дороге. Нарушение устраняется на месте, в противном случае суд. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Помимо этого, инспектора выдают требования об устранении данного правонарушения. Если водитель не устраняет данное требование, то составляет административный материал и направляется в суд, где санкция предусмотрена от 2 до 3 тысяч штрафа. Мы проводим данное мероприятие в течение года. Мы постоянно основим фактически. С начала года фактически около 400 нарушений выявлено. Репетиции Парада Победы будут проходить в Бирске три раза в неделю. Об этом рассказал военный комиссар Михаил Бондаренко. Он отметил, что настроения Бирян оптимистичны. Парад, как обычно, пройдет на площади города. Эти тренировки у нас будут теперь регулярно. То есть 2-3 раза в неделю. Вот сегодня это уже вторая тренировка. Ну, как вы видите, в основном это, конечно, учащиеся школы, колледжи. Будут ветераны. Коробка будет ветеранов МВД. Коробка пограничников будет. И, значит, коробка ветеранов военной службы. Компания Уфанет ищет новых сотрудников. Приглашаем вас на должность корреспондента телеканала ЮТВ в Бирске. Мы предлагаем заработную плату от 25 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Станьте частью нашей дружной команды. Заполняйте резюме на сайте в команду.ufanet.ru Или звоните по номеру 09388. Напоминаю, звонок с мобильных операторов МТС Билайн Мегафон и Теледва бесплатный. А теперь перейдем к основным новостям. Биряне находится в ожидании понтонного моста. Чтобы жители Забелия не остались без сообщений и не теряли время на объезд, заработала паромная переправа. Сколько стоят услуги перевозчика, расскажем далее. Одна за одной машины заезжают на паром. Первый рейс переправы через Белую в Бирске состоялся утром 28 апреля. Пока не все жители знают о начале работы перевозчика. Машины людей мало, говорит капитан судна. Погода немного подводит, но команда справляется. Слаженности у нас в том, что ветер сильный, туманах, ветрах, дождях сильных. Не будем ездить, стоять будем для безопасности судна и так же для людей. По течению теплоход может переехать реку за 4 минуты. Но если приходится плыть против течения, то время увеличивается до 27 минут. Теплоходу больше 35 лет. Предназначен он специально для навигации на малых реках. Ежегодный осмотр. Документы выдаются по регистру. Через каждые 5 лет капитальный ремонт здесь средний проходит. Судна без разрешения выпускается. За один час теплоход делает до двух рейсов. Однако некоторые жители говорят, что ожидание перевозчика затягивается. Иногда по вечерам не успевают на него. В воскресенье хотелось бы, чтобы он ходил намного чаще и дольше. Потому что очень много машин с той стороны вечером собирается. И переехать фактически невозможно становится. Я доезжаю до Кушнаренковского района. У меня с Кушнаренковского района по времени я приезжаю намного быстрее, чем приехать сюда, подождать паром и переехать на эту сторону. Мы ждем нормальный мост. Иногда опаздываешь. Например, до восьми не работают, а бывает позже надо. В этом году поменялось местоположение причала. К реке нужно проехать со стороны улицы Цурюпа, а именно 89-го дома. График работы с 8 утра до 8 вечера. Цена билета 30 рублей для пешеходов с автомобиля от 150 рублей. Расплатиться можно как наличными, так и по безналичному расчету. Важно помнить, что из-за сильного ветра с порывами выше 15 метров в секунду работа паромной переправы будет приостановлена. На территории пожарной части Бирска собрались 12 команд из разных районов севера Башкирии. Цель – выявить лучшее звено газодымозащитника. Какие этапы прошли бойцы, расскажет Инделя Зинурова. На старте 4 спасателя. Им нужно как можно быстрее надеть боевую одежду, средства защиты. Но это не все. Далее по сценарию – кроссфит. Перекатить колеса от грузовика. Испытание для самых выносливых. Впереди еще 5 этапов. Третий этап проходит связка спасательной петли. Четвертый этап проходит лестницу, плавающий мост, туннель. И заключительный этап у нас проходит в дымокамере эвакуация пострадавшего и поражение мишени. На этом обобщается результат и выводятся общие данные. Среди 12 команд – сотрудники пожарно-спасательной части Янаула. Командир взвода Максим говорит, пройти этапы было несложно. Когда заходишь в здание, неизвестно, что там тебя ждет. В данном случае проход был слишком маленький. Сетка цеплялась за боевку, за штаны, очень мешала. Но, несмотря на это, мы, конечно, справились и выполнили свою боевую задачу. Моя команда работает со мной уже не первый год. И, так сказать, мы в бой не раз уже ходили. Так что с ними не страшно было ни на соревнования, ни на настоящий пожар. Так сказать, люди знают, что мы на защите и сейчас спят спокойно. Соревнования на выявление лучшего звена газодомозащитника прошли на территории пожарной части Бирска. Лучшую команду из северных районов Башкирии определили в два этапа. Первый проходил в районах. Там собрали отличившихся в сборную. На втором этапе встретились сильнейшие. Газодомозащитники – это сотрудники, работники Федеральной противопожарной службы, которые прошли специальное обучение и аттестованы на право тушения пожара в непригодной для дыхания среде. Работа связана с определенными трудностями. То есть, сами видите, работают в аппаратах, работают в объемных сложных помещениях, при сильном задымлении, при высокой температуре и практически при нулевой видимости. После прохождения всех препятствий по каждой команде обобщается результат. Если есть недочеты, то далее будут работать по их устранению. На третьем месте оказалась команда из города Агидель. На втором – коллектив из Нефтекамска. Сборная Бирска стала лучшей и отправится на республиканские первенства. Подарок на майские праздники жителям Бирска. В городе 30 апреля откроется магазин добрых цен. В одном месте можно будет найти все, что нужно – от конфетки до посуды и пижамы. Формат магазин «Склад» пришел к нам из-за рубежа и сегодня пользуется большой популярностью. Почему люди идут сюда? Вероятно, потому что цены здесь значительно ниже, чем в большинстве магазинов. Когда приходишь в такой магазин, то сразу возникает вопрос – почему здесь цены на порядок ниже, чем в обычном супермаркете? Одна из причин – организация хранения и выкладки товара. Здесь нет деления на торговый зал и склад. Все находится в одном помещении. С одной стороны – это оптимизация пространства, с другой – экономия на персонале. Его требуется меньше. А чем ниже затраты магазина, тем меньше наценка. Такая система работы помогает экономить и на торговом оборудовании. Кроме того, подобные магазины, как правило, размещаются не в центральных районах города, соответственно и арендная плата за помещение ниже. Все это также сказывается на наценке и стоимости товаров. Ассортимент в таких магазинах достаточно широкий. Купить можно практически все. Магазин-склад практически не отличается от обычного супермаркета. Здесь можно купить продукты питания, в том числе мясо и молочную продукцию, товары для дома, бытовую химию и даже какую-то одежду. Товары от разных производителей и разных торговых марок. Выбор действительно есть. А еще в таких магазинах очень удобно покупать товар не поштучно, а целыми коробками или упаковками. Здесь, например, 10 пачек риса по 900 граммов. Можно один раз купить и на полгода забыть о покупке крупы. И еще сюда лучше ходить со списком покупок и не забывать его придерживаться, ведь широкий ассортимент может вскружить голову даже самому экономному и расчетливому покупателю. 30 апреля в Бирске состоится праздничное открытие магазина «Доброцен». С утра двери будут открыты для всех. «Доброцен» приглашает покупателей по адресу Кольцевая 2. «Доброцен» – делать людям добро. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Смотрите «Новости Бирска» каждый вторник, четверг и субботу в 8 вечера. До свидания.